Друзья, привет! Продолжаем тему автосвета. Я снимал видосик, ездил, покупал надфарники на Ниву. У нас есть магазин, автосвет номер один в городе Оренбурге, который занимается автосветом. Я к ним ездил, покупал надфарники. Тема видео, продолжение этого видео. Многие в комментариях писали, что есть другой производитель, очень качественный, который производит свет. Итак, тема про автосвет. Ребята, вот эти надфарники я покупал. Вот, смотрите, прям солнце светит на автомобиль. Сейчас у меня ДХО работает, вот так вот ДХО работает. То есть, они очень яркие, надфарники. Когда включаешь поворотку, ДХО у нас прекращает работать и начинают работать поворотники. В стиле, как они там, Лексус называется, да? То есть, выглядит это так. Даже, как вы видите, в дневное время, дневные ходовые огни очень видно, очень яркие. То есть, видно всегда, что поворотки, что дневные ходовые огни. Так вот, вы в комментарии написали, что есть производитель Салман. Якобы качественный там свет у них, надфарники, там у них и даже и ближний, и дальний свет есть. Итак, я написал ребятам компанию Салман. Вот коробочка стоит. Говорю, хочу попробовать ваши надфарники. У них, смотрите, в чем смысл. Вот здесь идет сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть светодиодов. В Салмане еще идет дополнительно вот здесь. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. То есть, между вот этими светодиодами еще дополнительные стоят. Они включаются как дальний свет. И смотрел я их обзоры, якобы, что вот эту лампу или какие-то с нами дополнительный свет, они будут нам не нужны. Это было бы прекрасно в нашем случае, если в Ниву установить такие надфарники, да, и те, которые будут давать дополнительно классный свет. Тестируем сегодня надфарники от компании Салман. Как вы и просили, многие писали, можете почитать в комментариях, что именно просили за вот эту компанию Салман. Якобы они прям супер-куфер. Они там ничем сильно не отличаются. Обзорчики я вам отдельно сделаю. Что мы делаем? Одну снимаем, ставим одну Салман. Подъезжаем в темное время, показываю, как это светит, как Салман светит, что будет интереснее. В темноте, к стене подъедем, все это посмотрим. И подключим дальний свет. На самом деле они такие яркие, на самом деле они такие хорошие. Стоят, вот эти стоят 3,5 тысячи рублей, я покупал в Автосвете у нас. Эти на сайте стоят 5,5 тысяч, по-моему. То есть они, ну, как бы такие недешевые. Заявляет производитель, что они очень качественные. Но мы с вами это должны проверить. Итак, сейчас будет распаковка. Посмотрим, пощупаем, повертим. Скажу плюс сразу за Салмана. Вот на данный момент, я уже знаю, скрывал. Плюс. Вот эти ставятся, фиксируются. И они уже не регулируются. То есть вот так они уже регулироваться не будут. У Салмана крепления другие. Их можно будет регулировать выше-ниже. То есть как вам свет нужно поставить. Как фара. Я эти вот поставил, зафиксирую. Все, вот как они стоят, так и стоят. Салмане это по-другому. Ну все, дальше идет распаковка. Потом поедем, купим свет, фары мне купим. Новые. Там подключим. И потом машину поставим. Все, погнали. Приступим к распаковке на фарников Салман. Есть очень много подделок. Это официально мне предоставил производитель. За что ему большой-большой респект и большое спасибо. Итак, погнали. Сейчас мы с вами смотрим качество продукции Салман. Насколько я знаю, что есть очень много подделок любой продукции. Поэтому на это обращайте внимание. Как отличить? Самое первое. У производителя Салман на стекле с той стороны, как видите, указано Салман. С этой стороны отсвечивает. Тоже нанесено Салман. Как видите, 11 линз. Большие линзы. Это габариты, ДХО и поворотки. И 5 линз, которые это подключается в дальний свет. Смотрится добротно. Очень большие радиаторы. Ну, примерно как дюраль. Какой-то металл присутствует здесь. То есть, хорошо будет отводить тепло. Идет стандартная распиновка. Стандартная колодка. То есть, у меня не Урбан. Просто колодочку отсоединяешь. Подсоединяешь, вставляешь. И будет работать поворотка ДХО и габарита. Для того, чтобы работали 5 линз, которые идут в дальний свет, подключаются вот это отдельно. В комплекте идут провода. Подсоединяешь к дальнему свету. Эти два проводка, для того, чтобы где у вас на крыло выходит, поворотка стоит, подключается. И для того, чтобы удублировал у вас сбоку, все это подключается и все и доработает. Далее. В комплекте идут такие вот резиночки. Уплотнители. Ну, стандартные они, в принципе, на всех идут. Далее. В комплектации идут болтики. И идут вот такие крепежи. На этих крепежах указано R1. L1 это левая. L4 это левая. И R2. То есть для левой, для правой. Преимущество у них очень огромное. То есть здесь подсоединяется, прикручивается. И их можно будет регулировать. Так как дальний свет, чтобы он в небо не светил. То есть фары можно будет при установке или поднять, или опустить. То есть можно будет... Во-первых, здесь ДХО и габариты. У них свето-теневая граница должна быть. То есть должно быть... Сейчас я приехал в торговый комплекс Оренбург. К Владу. Забираю лампочки у него. Ну и заодно подключим надфарники и посмотрим, как они работают. Сравним здесь. Влад, привет. Привет, Виталь. Так, ребята. Я видео снимал. Влад, где мы снимали про автосвет. В принципе, очень много было комментариев. Влад показывал нам, какие самые нормальные лампочки. Мы там про светодиодные. Кому интересно, пройдите там в комментариях. Я оставлю ссылочку. Влад, к тебе приехал за лампочками, которые ты мне показывал. Какие-то корейские, где водяное охлаждение у тебя там. Да, помню, помню. В общем, здесь тройное охлаждение. Медный сердечник. В нем жидкость для быстрого теплоотведения. Металлическая юбка. Тоже плюс к охлаждению. Кулер и радиатор. Очень мощные чипы и правильной формы. Дают правильную светоотдачу, правильную светодиодовую границу. То есть вы не будете слепить стречку и сами будете очень хорошо видеть с этими лампами. В общем, рекомендую. Да. Я до этого у Влада покупал Narva. Но Narva у нас рынка ушли. Вот. Хочется что-то такое получше, как говорится. Поэтому я решил прикупить себе в него вот именно вот такие лампы. именно вот с большим количеством люменов. Якобы они ярче светят. Да? Не якобы. По факту. Мы с вами, в принципе, включали, смотрели. И у Narva заявлено 1800 люмен. Это хороший, конечно, показатель был два года назад. Но сегодня есть лампы значительно интереснее. 3750 люмен на каждую лампу. Два раза ярче Narva заявлено. По факту, насколько это ярче, зависит от индивидуальных условий, от автомобиля, зависит от оптики. Но то, что они ярче, это однозначно. Ну, все. Уговорил. По ценникам на данный момент, что там сейчас они стоят? Ну, на данный момент 5800 розницы у нас. Да. Делаем скидочки. Да, ребята, скидки, кто будет заказывать, то Влада. Это ценник и так вроде как хороший, но мы можем еще немножечко подвинуться. Ясно. Ну, все. Заворачиваем. Так, дальнейшее. Что я сюда к Владу приехал? Лампочки забрать. Еще я у него покупал надфарники. У тебя есть наличие здесь эти надфарники? Нивовские. Да, вот эти, которые я у тебя брал. Покупал я у Влада вот эти надфарники. Вот они, там затемненное стекло. Ну, в начале видео я вам показывал. Вот они, эти надфарники, которые я установил. И приобретал у Влада. Светят классно. В начале видео вы все прекрасно видели. И повторюсь, что по многим, по многим комментариям многие писали, что вот есть Салман. Вот сейчас мы с Владом подключим и посмотрим разницу. Даже вот, здесь вот есть стена. Просто по стене. А потом поедем уже, установим на автомобиль. Вот наглядно поставили. Это то, что я покупал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Как они? Линзы, да, называются? Да, секции. Шесть линз. И Салман. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И между ними раз, два, три, четыре, пять. Итого один слит линз. В принципе, они все одинаково. Но здесь говорят, что включается дальний свет. И говорят, что прям светит хорошо. Сейчас. В общем, это режим у нас ДХО. Да, ДХО. Это светится. Должно быть просто заметно в мобильной дороге. Давай дальше. Вот, это режим... Так скажем, дальнего или прежнего света. Вот. И режим поворотника. Все понятно. Давай посмотрим Салман. В общем, проверяем. Это режим габарита. Да, это габарита. Это режим ходового огня. Ходовой огонь. Но такая граница есть, да? СТГ-шная. Да, ну как полоза. СТГ-шная. Что там, поворотка? И поворотка. Поворотка. И должен быть дальний. И дальний. Там где-то отдельный такой, да? Да, отдельный провод идет. Отдельный провод. Он кидается отдельный. Смотрите, дальний. Ну, неплохо светит. Но это надо будет... Когда установлю, в поле выйдем и посмотрим, как это все на самом деле работает. Внешне, если сравнить между собой, эти поуже. Они не регулируются. Потому что фиксируются, как вот прикрутил, так и прикрутил. Эти потяжелее. Тут вот лыба их не есть. И они регулируются. У них идут кронштейны. То есть их можно отрегулировать. Если, например, даже дальний свет включать, да? Чтобы в космос не светило, можно будет подрегулировать. Ну, это мы с вами уже поедем. Самое главное, чтобы ближний в космос не светил, да? Ну, да. Как говорится. Ну, все равно. Сейчас мы поедем в гараж устанавливать. К тому же посмотрим, как на самом деле это все работает. Вот эти натварники можно купить у компании Salman. А можно также заказать вот у Влада, да? Это автосвет номер один в городе. Ценник будет такой же. Да. По цене тоже самое будет. Кому как удобнее. Salman я нашел в ВКонтакте. У них есть. Ну, это, в принципе, несложно. Билл, Salman. И его он вам покажет. Или у них заказать, или вот у Влада. Заказываем. Номеры телефона все так же оставлю. Отправляют любые регионы. Вот так что без проблем. От меня, между прочим, скидочка будет. Я так помню, да? Сделаем обязательно. Все. Это ближний свет Нарва. Дальний свет Нарва. Это лампочки Нарва. Дальний. Ближний. Граница тоже есть. Сейчас будем ставить другие вам. Сняли. Здесь у нас лампы стоят. Нарва. Вот так. Ёбочка. А здесь ёбка лишь металлическая. И вот эти штучки должны стоять кверху. Вот так они светят. То есть вот так вот. Раз. Шнур вниз получается, да? Четверт установили. Ставим дальше. Смотрите, установили в правую. Это МТФ, которая новая. Здесь у нас Нарва. Вот я разобрал. Здесь установил. Здесь у меня стоит старая лампа. Сразу видно, что, которую установили новую МТФ, заливка лучше идёт. То есть свет плотнее ложится. А здесь, мне кажется, похуже. Но это, на мой взгляд. Напишите, как вам. С стороны. Может быть, через камеру будет смотреться как будто одинаково. Но правая засвечивает лучше. Сравнивать дальний свет. МТФ заливает лучше. Есть разница. Установили две лампы новых. Скажу, что заливка за свет равномерно идёт. Дальний, более такой насыщенный. Но это надо на дорогу выезжать. Разница есть. Свет хороший, ровный. И не выделяется. Он как бы ближе к заводским. Такой. Жёлтенький. Один отварник я установил. Вот она фишечка. Вот этот провод на дальний свет подключается. То есть вот так всё прокладывается. Вот здесь самое, которое идёт на боковой поворотник. Вот у меня два проводка. Салман. Это Тольятти. Видите, намного ярче. Смотрите, это сейчас лучшие габариты. Смотрите, у Салмана какая свето-теневая граница. Вот закрываю. И у Тольятти. У Тольятти казалось ярко. Ну, у Салмана вообще супер просто. Сейчас покажу, как аварийки работают. По аварийкам тоже видно, насколько ярче. Вот так, если смотреть, разницы почти не видно. Но если посмотреть. Закрываю. Тольятти, видите? И Салман. Намного ярче. Монтаж от фарников Салман. Я закончил. Крепится. Затягивается. Ну, в принципе, хоть ставишь, всё равно прям вот вниз ставишь. Вот. Провода вот идут. Здесь идут. Фишечка. Вот он самый провод. Провод, который идёт на дальний свет. Я уже всё попробовал, всё знаю. Вот она рядом фишка. Дальний свет. Ближний-дальний. С зелёным проводом цепляешь. И у тебя включается, когда дальний включаешь. Здесь тоже самое. Монтаж произвёл. Провода идут. Ну, сейчас стяжечкой. Тоже там фишечка. Всё. Сейчас, что хочу показать. Вот они, два проводка у меня идут, которые на дальний свет. Они именно дальний, не ближний. Просто к аккумулятору по цене. Сначала включу габариты. Посмотрите, как работают. Аварийки. Покажу, как работают поворотки. И покажу, как работает дальний свет. Габариты имеют чёткую свето-теневую границу. Если я заведу машину ДХО, они будут ещё ярче. Но в этой же границе. Выглядит это вот так. Очень ярко, очень симпатично. Всё это смотрится. Когда включаешь аварийку, даже если у вас работает ДХО, или габариты, или дальний свет, он их вырубает и чисто переходит в режим поворота или аварийки. Вот сейчас я включил левый поворотник. Как видите, очень яркий поворотник. На тех такого не было. То есть тут прям освещает прилично. Ну, как я и говорил. Сейчас у нас работают габариты. Здесь включаешь поворотку. Он выключает габариты и включает чисто поворотник. Сейчас мы с вами включим дальний свет. Дальний свет. Без всего чисто дальний свет. Ни габариты, ни ходовые огни. Просто включил дальний свет. Их можно вывести, как я сказал, и на отдельную кнопку. Или подсоединить к ближнему или дальнему свету. Но к ближнему здесь не подходят. По-годному с ними не поездить. Потому что свето-теневой границы никакой нет. Потому что светит очень ярко. С этими надфарниками можно все убрать дополнительное освещение, которое мы, как всегда, ставим на бампере. Достаточно будет вот этой оптики надфарником. Очень яркий свет. Сейчас мы включаем ближний свет с нашими новыми лампами. Сейчас, вот посмотрите, ближний свет. Четкая граница есть у новых ламп моих. И плюс надфарники, как светит. В совокупности огонь. Просто огонь. Очень ярко. Лампы хорошо светят. Но и надфарники не уступают ни граммам. Смотрите дальний свет. Вот он, дальний свет. В совокупности надфарниках и дальнего света будет вообще огонь. Просто огонь. Ребята, молодцы, что придумали такую оптику. Да, дороговато. И покупайте, ребята, только у официального дилера. Или можно купить у Влада в магазине, который тоже ими торгует. Все. На этом видео буду заканчивать. Смотрите и следите за моими дальнейшими видео. Где я буду рассказывать про эцетов. Дальше я подсоединю их куда-то. Я не знаю, там или к дальнему. Или, может быть, к балочке я их подсоединю. Но это не сегодня. На этом видео заканчивается. Дальше я подсоединю. Субтитры сделал DimaTorzok